Что сейчас происходит в регионе, расскажет телеканал ПС в студии Артемий Заварзин. Добрый день. Прах на свалку не выкидывают. Сегодня стали известны результаты прокурорской проверки крематория в Приморском районе. Напомним, месяц назад один из сотрудников крематория разместил в сети интернет-видео, в котором обвинил своих коллег в выбрасывании излишков праха в мусорные контейнеры. Прокуратурой Архангельской области совместно с региональным управлением Роспотребнадзора были проведены проверки. В результате выявлены некоторые нарушения природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства. Но факты размещения праха в пакетах вместе со строительным и иным бытовым мусором в ходе проверки не подтвердились. В областном центре начала работу фотовыставка «Под открытым небом», посвященная 75-летнему юбилею создания Соловецкой школы ЮНГ. Выставка стала частью акции «Сыны Отечества», проводимой Фондом Поморья совместно с Центром Патриот и областным правительством. На проспекте Чумбара-Волочинского размещено около 30 фоторабот. Для создания экспозиции использованы как архивные материалы самой школы, так и личные фотографии ветеранов юнгашей. Жители и гости Архангельска могут изучать выставку до конца сентября. На данной выставке основная идея – это связь поколений, поскольку выставка начинается кадрами из истории самой Соловецкой школы ЮНГ, а заканчивается кадрами там, где ветераны фотографируются вместе с нынешними юнгашами. Также в рамках акции «Сыны Отечества» запланирована презентация книги, посвященной истории Соловецкой школы ЮНГ. Праздничные мероприятия в честь знаковой даты пройдут на Соловках, в Архангельске и Северодвинске с 25 по 30 июля. Самовар-эгоист и каменный крест, приплывший по реке. Такие чудеса происходят в Виноградовском районе, причем свидетелем чуда может стать любой путешественник, а туристические тропы ведут сразу в несколько поселений. Да и времени дорога займет немало. В этом мы убедились лично, побывав в Виноградовском районе. Храм в деревне Пянда долго искать не нужно. Стоит в двух метрах от федеральной трассы. Обитель была построена недавно, но в ее стенах уже находятся реликвии с многолетней историей. Посмотреть на этот каменный крест приезжают из разных уголков страны и растущий поток туристов вполне объясним. В середине прошлого века крест приплыл к Пянде по реке, зажатый среди бревен во время сплотки леса. Уникальность этого креста в том, что на нем очень древняя икона. То есть это письмо, оно даже не северное, не местное. Как утверждают специалисты, оно сделано такими очень редкими, но очень качественными красками. Качество воды из Пянского святого источника уже давно не ставят под сомнение. По крайней мере те, кто ее пьет. Еще в начале 20 века этой водой лечил местный батюшка. Источник, овеян мифами и легендами. Рядом с этим источником у нас выстроена часовня в честь апостолов Петра и Павла. Но рядом здесь находилась еще и старая часовня. Она была округлая, обнесена небольшим заборчиком. Часовню эту по легенде построили древние монахи. Они здесь жили, прямо в этой часовне. Но потом, когда часовня развалилась, поля здесь все распахали, монахи эти ушли. Один из монахов сказал, что быть на этом месте храму, а если кто-то захочет построить здесь дом, то ничего у него не выйдет. Ну и действительно так и получилось. Свой дом на правом берегу Двины имел и Ермак. Да-да, тот самый покоритель Сибири, уроженец села Барок. Это установили местные краеведы и возвели на месте, где стоял родительский дом Атамана, памятный камень. Борчане уверены, гипотеза о поморском происхождении Ермака – это исторический факт. Историк Ромадановская нашла в кратком Соливычегодском летописце такую фразу. Вот сроки из этого летописца. На Волге казаки Ермак Атаман родом с Двины с Барку разбили государеву казну, оружие и порох, и с тем поднялись на часовую. Следовательно, Ермак Северянин. В Виноградовском районе реальные факты плотно переплелись с легендами. И это легко объяснимо. Ведь сразу несколько деревень отметили в этом году 880-летие со дня первого упоминания в московских летописях. И пока одни пытаются развенчать мифы, другие приезжают на Винограде и становятся на порог новых открытий. Артемий Заварзин, Евгений Зыков, Архангельское телевидение, Виноградовский район. Лучшие воспитанники школьных лесничеств Северо-Запада отдыхают и учатся в Орленке. Во Всероссийском детском центре прошла тематическая смена, посвященная Году экологии. Сограняем леса, сограняем Россию! В Орленке собрались 160 лучших воспитанников школьных лесничеств из 40 регионов России, от Камчатского края до Калининградской области. Весь год ребята активно изучали лесные науки, работали в питомниках и на лесопосадках, а теперь познакомились с опытом сверстников и профессионалами лесного дела из федеральных служб. Есть и парашютисты, и десантники среди наших коллег, и коллеги по работе с средствами массовой информации, ветераны нашей организации. Они с удовольствием делятся опытом с представителями из школьных лесничеств. Прожить один день жизни у лесного пожарного ребятам помогла лесопожарная полоса препятствий. Мальчишки и девчонки с удовольствием примеряют на себя ранцевый огнетушитель, прокладывают минерализованную полосу и несут пострадавшего товарища на носилках. Лесным орлятам удалось проявить и свои творческие способности, создавая 3D-инсталляцию и рисуя плакаты на лесопожарную тему. Самый северный в мире космодром отметил юбилей 60 лет. Праздничные мероприятия в Мирном завершились центром торжеств. Стала главная площадь космического города. Там прошло торжественное построение и прохождение войск гарнизона Мирного. За сравнительно небольшой период времени наш космодром прошел огромный путь. От образования первого в стране соединения межконтинентальных ракет Р-7 до испытаний уникальных межконтинентальных баллистических ракет Тополь-М. Космодром Плесецк сегодня крупнейший в России и самый северный на планете. Сегодня космодром располагает современные научно-испытательные базы, которые позволяют выводить на орбиту космические аппараты не только в интересах вооруженных сил, но и в рамках реализации программ международного сотрудничества. Продолжая славные традиции предшественников, личный состав Плесецка успешно осваивает новейшее вооружение и военную технику. За 60-летнюю историю космодрома боевыми расчетами испытано 8 типов ракет-носителей космического назначения. Проведен 1621 пуск, выведено на различные орбиты 2082 космических аппаратов. Для гостей и ветеранов юбилея космодрома состоялся фестиваль военных оркестров с праздничной программой. Выступили военный оркестр Первого государственного испытательного космодрома и Центральный военный оркестр Министерства обороны России. Артемий Заварзин, Алексей Шемякин, Евгений Зыков. Архангельское телевидение. Плесецкий район. Мы продолжим знакомить вас с новостями региона в 16 часов на канале ПС. Будьте с нами.